Здравствуйте, сейчас я расскажу вам про то, как работать с различными API в Selfishize, если вы разрабатываете на ваймаре. Конкретно мы посмотрим на такие важные вопросы, как конструктивное включение эмулятора, на специфику текущей версии SDK, на то, какие API все-таки у нас есть. Посмотрим несколько демок, реально работающих, по крайней мере, на этом устройстве. И поговорим немножко про Elite Selfishize, платформа-специфику библиотеку, которая, в принципе, вам просто полезно знать, что она есть, и важно знать, что с ней бороться не стоит. Она встроена, нужно использовать ее типы, и с ней будет удобно. Начнем с грустного эмулятора. В эмуляторе, к сожалению, нет в большей части устройств, он их поддерживать не умеет. Поэтому, если вы разрабатываете что-то для устройства, вам нужно протестировать, выход у вас есть в количестве двух штук. Первое – это где-то найти реальное устройство. Второе – это сделать заглушку на C++ или, не знаю, может быть, даже на башне, но то есть на чем-то. Сделать заглушку, которая будет эмулировать нужный вам сенсор, например, акселерометр, бутометр и так далее, GPS, еще что-то. Плюс в эмуляторе минимальные настройки и минимум устроенных приложений, сколько помню там, как-то их очень мало, как бы ни одни настройки. Поэтому с такими ограничениями приходится работать. Помимо этого, у самого SDK есть такая особенность, что некоторые зависимости нужно доставить руками, либо явно указать. Например, часть модулей QML из коробки работать в эмуляторе не хотела. И на девайсе тоже не хотела. Но если правильно указать зависимости, правильно их установить для цели сборки, то все заработает. Но я дальше покажу, как это делается. Делается это очень просто. Вы берете yamu file, открываете его, ищите секцию requires и указываете туда нужную зависимость. Самый главный вопрос – это как понять, какая зависимость нужна. Но чаще всего, но не всегда, она называется примерного как. Qt 5, Qt declarative, import и название модуля. Либо название API. Это не всегда так. Например, для карт, я покажу пример. Там нужно ставить еще дополнительные пакеты, в которых уже конкретные провайдеры карт. Но с вероятностью, наверное, 99%, если вы вот это сделаете, все нужные зависимости пишите requires, и может быть их еще для гарантии поставите специально руками на чрезмер build engine, то у вас все должно заработать. Все API, которые какие-то относительно сложные, взаимодействия с сенсорами, позиционирование, отложение карт, Bluetooth и так далее – это все требует такой небольшой процедуры. Помимо таких вот догадок, можно еще и посмотреть примеры. Примеры я тоже укажу, полезные. Они, к сожалению, все разного возраста, и в некоторых примерах код немножко устарел. Поэтому его придется адаптировать. Теперь, собственно, API, который нам доступен. Нам доступен Qt API практически весь версии 5.2.2. Доступны практически все модули Qt Quick, кроме, если я не путаю виджетс и Qt Script, еще чего-то. Такого тоже не очень понятно, зачем нужного на мобильном устройстве. Из того, что есть, у нас есть network, то есть мы можем взаимодействовать с сетей. У нас есть сенсоры, местоположение, карты, WebView и поддержка мультимедиа различных видов. Но, к сожалению, опять же, не всегда просто найти работоспособный пример того, как работать с тем или иным API. Поэтому может так оказаться, что примеров просто нет. Или он есть, но устареешь. Это как бы нормально. Можно, по-моему, практически любой пример адаптировать. Ну, вот мы в качестве первого такого примера рассмотрим position API. То есть тот API, который нам позволяет определить наше местоположение. Ну, в смысле географических координат. Кроме этого, данная библиотека позволяет также делать какие-то географические вычисления. То есть вычислять, находимся ли мы внутри или снаружи от какой-то сложной области. Можем добавлять свои источники геопозиционирования. Плюс есть взаимодействие. Плюс есть функции, которые работают с сложными пространственными областями, человека читаемыми адресами и различными источниками координат. Ну, чтобы быть гласловным, мы перейдем уже ближе к глянке. Посмотрим на тип данных, которые у нас доступны в QML. Это position source. Класс, который нам поставляет уведомление о том, что наша позиция изменилась. Класс, который генерирует события position change. Position. Ну, это просто тип данных, который представляет совокупность времени, координат скорости, ну и, может быть, информация о точности полученных данных. Ну и, соответственно, его подтипами являются location и координаты. И теперь посмотрим на уже конкретные данные. Допустим, мы хотим сделать VML-приложение, которое вычисляет текущие координаты пользования, и рисует их на UI с помощью буквы. Чтобы такое приложение сделать, для начала мы запустим VML-дикей. и создадим новый проект. Возьмем position demo. В качестве объекта я выберу только armor skip, потому что не показывает на устройстве. Далее хотим сделать следующие шеи. Ну, поскольку я уже говорил, что в стандартной заглушке приложения, которое генерирует SDK две страницы, нам две страницы не нужны, и мы будем работать только с ней. Мы откроем ее код, пролистаем его вниз, и увидим, что у нас вот есть этот стандартный лейбл, где пишется close-7. Нам этот лейбл не нужен, мы его сутрем и добавим лейбл, который будет называться лейбл. И по аналогии добавим второй лейбл, который будет называться amgithub. Соответственно, элементы для отображения у нас уже есть. Теперь нам необходимо добавить, собственно, position source, который будет их выполнять. Мы его добавили, но видим, что почему-то нам его подчеркивают красный. Возможно, потому что мы не добавили import. и подсветка стала умной. Мы укажем ему свойство active, которое означает, что он уже при запуске, при открытии данной страницы будет включен и активен. И укажем свойство update interval. Допустим, пусть это будет 500 на 10 фунт. А далее мы должны его указать обработчик событий. Он position change. Чтобы отрисовать эту позицию, мы просто ее запишем в лейбл. в каждом. Для этого мы к нему обратимся по ID-шникам. И напишем примерно так. Если посмотреть документацию к методу onPositionChange, то можно видеть, что у него есть аргумент position. и мы можем к нему прям вот так получить доступ. У него есть наложенное свойство coordinate, которого должно быть снова столкнуть. Вот так. Вот так. Вот так. Давайте попробуем так. и по аналогии напишем текст для p-longitude. position change. Вроде бы он должен запуститься. Но если я его запущу на своем устройстве, он запуститься должен с высокой вероятностью, потому что у меня все зависимости настроены. Но чтобы показать вам, как их настраивать, я запущу виртуальную машину MERT и в поиске найду нужный пакет. Нужный пакет у нас как раз тот, который был на примере. Qt, Qt5, declarative, position, что-то там. Вот такой нам нужен пакет. Мы должны его установить и прописать в YAML file. Но на самом деле в YAML file мы его прописываем скорее для того, чтобы когда мы в приложении будем распространять, у людей такой проблемы не было, чтобы у них эта зависимость установилась автоматически. Секция requires отвечает за зависимость и времени исполнения. Потому что Qt язык скриптовый и билдится он не будет с модулем position. Он во время выполнения эксперт будет отвечать. Копируем название этой библиотеки. И открываем экран управления виртуальной машиной. Вот у нас тут есть два комплекта. Сколько мы хотим проверить на реальном устройстве, то выберем первый комплект и нажмем нажмем. Я подумал и показал нам экран поиска. Я вставил туда название, название, ничего не ищем. Есть такая неприятная особенность. Если мы текст в это поле вставляем через Ctrl-V или, может быть, через колесико в Linux, то он автоматически поиск начинает. Вот такая вот странность в будущем. Ну, мы видим, что пакет у нас установлен. Если бы он не установлен, то была бы гладшая install. Ну, соответственно, в вашем случае ее необходимо нажать и дождаться, пока произойдет установка. Ну, чтобы вам было понятно, как это все будет выглядеть, я тут нажму install на debug info. То есть это пакет с отладочной информации от того, что я его установлю и ничего сломаться не должно. Я нажал галочку, мне написали два возможных действия. Установка или удаление. Я выбрал установку, нажал и жду. Теперь сама установка будет происходить. Это будет немножко медленно, потому что эта страница просто периодически обновляется. Но мы видим, что с каждым обновлением она нам что-то пишет в том, как в нее внутри все происходит. Установка прошла успешно. Напишут, что task is accessible. Мы можем нажать clear и вернуться обратно. Мы этот пакет установили. Можем даже проиграть. Видим, что оба у нас стоят. И их можно теперь только дать. Далее нам необходимо перейти в редактор и открыть файл в папке rp, который называется, в моем случае, position.demo.yaml. В вашем случае будет называться как-то по-другому .yaml. В этом файле у нас есть много разных секций, длинные комментарии. Нам необходима секция records. В ней мы должны добавить в таком виде нашу зависимость. После selfish silica 3.5. В принципе, совсем правильно было бы еще не указать версию. Но, кольку наше приложение дальше никуда не пойдет, мы версию указывать не будем. Соответственно, после того, как мы это все сделали, мы можем теперь наше приложение запустить на устройстве. Для этого мы нажимаем на кнопку с надписью «Отладка». Выбираем способ установки как Deployizer PM Package. Подостоверяемся, что у нас устройство выбрано как Jala Arm и нажимаем на зеленую терапию. Теперь я открою NXI, чтобы вам было видно, происходит ли что-то. Видим, что установка еще идет. Приложение что-то начало писать. И у нас появилось его окно, где мы видим наши координаты относительно более-менее вверх. Потому что 60-30 это где-то уже в Финском заливе, но в общем практически правильно. Дальше мы сделаем пример, который нам позволит эти координаты проверить более точно. То есть мы на карте отобразим, как, ну, грубо говоря, где эти координаты видите. Таким образом мы научились координаты получать и отображать пока в текстовом виде. Вопрос к залу. Как можно этот пример упростить? Может быть, кто-нибудь знает? Да? Записать. Винт в него, позиция, чей, что-то. Как-то сбиндить в коберте. Правильно. Да, действительно. Можно сделать очень быстро. Действительно. Винт позволяет это все ускорить радикально. Вот, перенесем прямо в лейву, и он тогда в рабочих будет совсем не будет. Вот. Вот стал короче, вот стал красивее. Единственное, что такой сценарий немножко не учитывает возможную обработку ошибок, которые в серьезном приложении должно быть. Но, тем не менее, можем проверить, как это все заработает. Возьмите разборку. Установка появится. Видим, что опять приложение запустилось. Вот устройство. И теперь мы видим такую интересную вещь, что я просто код скопировал и использовал, грубо говоря, имя локальной переменной без указания привязки к чему-то не было. То есть я просто написал position, а, соответственно, поскольку это происходит внутри лейбла, то лейбл не знает, почему это position находится. Поэтому мы должны сделать, наверное, вот такую вещь. Должно указать position source ID. И уже этот source укажем вот тут. ID должно заработать. Видимо, что у нас можно ничего не продать страшно. Но внизу не падает. Теперь посмотрим, как это все выглядит в девайсе. В девайсе все выглядит хорошо. Так что такая технология тоже имеет. Ну и, соответственно, код вот для тех, кому интересно еще раз. Немножко другие обозначения, но две формы, которые можно использовать для работы с объектами типа position source. Можно использовать обработчик, можно использовать напрямую привязку. Но надо иметь в виду, что если мы привязываемся уже в коде, используем байм, то что-то надо делать совершенно хорошо. Потому что если вдруг у нас GPS не заработает, то тут будут странные пустые паймы. Как вы выбрали? Ну, пойдем дальше. Вот я упоминал различные сенсоры. Давайте попробуем для них что-то сделать. Давайте сделаем демп, который вводит сначала показания акселерометра, а потом показания МГБ. Оба этих сенсора в моем устройстве есть. Я думаю, в других устройствах мини-макселерометр тоже должен быть. Магнитометр это сенсор, который показывает проекции от векторов нижнего поля на 3D-картовых оси. То есть он нам позволяет понять, куда поле осмотрит. То есть компас? Ну, а компас там отдельный. Вот почему-то я тоже не понял, но два раза. Ну, это круче, чем компас. Компас с двух направлений работает, но три правильца. Ну, соответственно, работать с сенсорами, в том числе с акселерометром, нам позволяет сенсор CPI. Он устроен, ну, для большей части сенсоров достаточно однотипно. И с ними взаимодействие нам предлагается по такой же модели, как с position source. То есть мы создаем какой-то объект, и он нам генерирует с некоторой периодичностью события. В том, что показания датчика изменились. Мы можем задать интервал этого обновления, можем задать как обработчик события, так и сделать байк. Ну, и по аналогии с position source. Мы можем, если мы работаем на эмуляторе, сделать какой-то поддельный сенсор, или симулировать существующий, если нам необходимо. Поскольку у нас есть доступ в... Ну, мы можем писать на C++, там есть такая возможность. То есть мы можем создать свой эксенсор программ. Давайте посмотрим на основные типы. Основных типов для нашего демо потребуется два. Это акселерометр, то есть генератор уведомлений о том, что пришло новое показание от акселерометра. И класс акселерометр гиги, который содержит, собственно, эти данные. По сути, это три нецелых числа. И давайте попробуем ту демповую программировать. Она очень похожа на то, что мы только что сделали. Можем, наверное, даже вот здесь ее добавить. Добавим три лейгла, каждый из которых будет соответствовать одной из картинок. Икс, Игорьек и завтра. Мы их сделали пока намерен пустыми. Сейчас с помощью класс акселерометра мы их заполним. Снова видим, что редактор его не узнает. Значит, что нам необходимо добавить импорт. Импорт у нас называется «Qued Sensors». «E» он должен быть 5.2, но почему-то нам предлагает «ID». Мы его поставим в 5.2. Зададим «ID», чтобы лейглы могли у нас по «ID» получить показания акселерометра. «ID» у нас будет акселерометра. Поставим ему абсолютно аналогичное свойство «Rectic True». Посмотрим, есть ли у него свойства для D-interval. Вот, D-interval уже. Ну и теперь мы можем сюда добавить обращение к акселерометру, чтобы получить его показания. Показания лежат в свой стериде. И доступ в каждой координате соответственно по ее названию. Здесь мы поставим «Y», а здесь поставим «Z». Ну и тоже по аналогии с «PositionSource» нам необходимо также поставить зависимость для… Необходимо поставить пакет с соответствующим QMI-модом. В презентации я как раз указал для него название. Название это было «QDeclary to framework position». Давайте попробуем такой пакет найти и установим. Для этого нам необходимо зайти в окно управления виртуальной машиной Mac. Мы уже как раз там, где нужно, на вкладке управления целью сборки. Той целью сборки, под которую мы будем запускать наш пакет. Добавим сюда название нужного пакета. Видим, что он установлен. Соответственно тут точно так же мы ставим галочку, нажимаем «Install» и «Вперед». Нужная зависимость у нас установлена. Я сейчас этого делать не буду, я ее добавлю в наш YAMU-файл, в секцию «Requires». Теперь она уже есть. Вот такой у нас получился пример. Давайте попробуем его запустить и посмотрим, что будет. Нажмем на запуск и посмотрим. Да, вот мы видим, что заработало. И видим, что показаний акселерометра у нас нет. Попробуем сейчас повысить. Добавим обработчик события для акселерометра. Реддинг changed. И в нем консоль напишем, какой нам приходит риддинг. Ну, допустим, для каждой корни. Так что мы наш пример модифицировали. И теперь посмотрим, что же он пока. Ну вот если вы обратили внимание, то тут у нас очень много всего приходов. Но данный приходит почему-то длиннее. Давайте попробуем еще в качестве эксперимента брать Active. Посмотрим, изменится весь результат. Приложение запустилось. Видим даже, что ничего не происходит. Давайте вернем Active и попробуем в самом событии записывать данный лейбл. Приложение. Хотя бы для Payless. Приложение запустилось. Приложение запустилось. Приложение запустилось. Приложение запустилось. Видим, что мы в общем рейде. Мы не видим какие-то изменения. Это интересно. Приложение запустилось. Давайте, наверное, еще раз попробуем. Но уже без нашего примера для Position Source. Потому что у себя я проверял на практически аналогичном примере, где каждая пига уладела. Приложение запустилось. Приложение запустилось. Приложение запустилось. Приложение запустилось. Приложение запустилось. Ну, в принципе, не очень страшно, потому что мы сможем еще раз смотреть, как все будет работать с магнитониками, где и должен показывать какие-то другие данные, и они тоже должны обновляться. Чтобы не смешивать два проекта, давайте создадим ответ на мой. Опять отменим только таргет для арма, и завершим создание. Соответственно, здесь нам необходимо сделать практически то же самое, что и для примера с акселероидом. Мы можем, на самом деле, исходный код скопировать для вот этих пластлей. Попробуем заменить акселерометр нормально. Снова добавим Import Q Sensors. Можно скорректировать ядрон. Акселероид поддерживает интернет-версию. Теперь нам необходимо добавить классную муту. Накажем его при дима. И напишем при титуле. Ну и посмотрим, а может быть он заработает. Теперь выберем Deplizer PM Package и запустили. Да, тут вот уже картина разотменена. Мы видим, что они в поле прискользуются очень интересные, даже если он просто положен. Ну, принцип, я думаю, понятен. То есть для случая, когда мы хотим получать показания какого-то сенсора, чаще всего нам необходимо просто задать ему либо правильный обработчик, либо привязать его каким-то понятным обработчиком. Вот. Вот. Мы можем продолжить Dash, если для кого-то не было. Можно просто задавать тем походу. Ну, тут вот. Вот, например, еще раз. Теперь, что касается работы с Canvas, о которой я упоминаю. Сколько QML намеренно сделал очень похожий на JavaScript, то работа с Canvas там поддерживается очень похоже, некоторыми местами даже совпадает с тем, как это устроено в HTML 5.5. А Canvas представляет собой тип данных для рисования, для рисования двух метров. Он, ну, в очень многих моментах практически совпадает со стандартом B3C. Вот. В SDK есть встроенный пример очень хороший, который называется StopView. Это монитор курсов акций. Вот. Он написан целиком с помощью HTML и commands. Ну, мы такой сложный пример описать не будем. Мы будем делать пример попроще. Пример, который рисует красный пример. Ну, соответственно, суть примера очень простая. Мы сделаем приложение, в котором будет две кнопки нарисовать, стереть и область с изображением, которая, соответственно, будет появляться и исчезать красный пример. Для этого снова добавим новый проект. Возьмем его в канал взгляну. Укажу нужные комплекты. И модифицируем первую страницу. Уберем опять label, который нам нужен. И вместо него добавим два элемента ватт. Первому укажем текст draw на сайте. Второму укажем текст ht. Дальше мы добавим элемент canvas. Он с подключением работает. Ничего не нужно подключать. Укажем ID canvas. Укажем параметры ширины и высоты. И теперь добавим обработчики для этих кнопок, в которых, собственно, будет рисование и очистка области. Обработчик у нас называется on-presset. И в этом обработчике мы должны получить контекст. Контекст — это специальное свойство canvas, которое представляет собой ту отпуск, которую мы хотим... Тот и рисунок. Мы должны вызвать функцию getContext и указать аргумент... Подвижу к бумажке. Он называется 2D. 2D, потому что, по-моему, не только в selfish, но и вообще в PML на canvas пока продерживается только двумерный рисунок. Контекст получили. Теперь укажем для него то, каким цветом мы будем занимать. Для этого используем свойство finstack. Зададим цвет. Ну, допустим... Дальше вызовем операцию fillRect, чтобы залить этим цветом квадрат. Квадрат мы зададим с помощью координат и ширины finstack. Координат, в общем, одного из них. Укажем в качестве ширины и высоты. Координат и хит. То есть весь canvas мы зальем просто. И для кнопки clear мы добавим тоже в рабочек. Но в этом рабочке у нас уже будет немножко другое. Мы будем изображение с canvas выбирать. Мы снова получим finstack. и для него вызовем метод reset. Теперь попробуем это запустить и посмотрим, что получится. Выберем deploySrpm package и запустим наш пример на сборку и установку. Необходимо сказать, что canvas в QML не случайно сделан таким хорошо совместимым с canvas html5, так как это считается нормальным явлением и есть даже целое руководство, где описаны основные шаги, что мы можем перенести приложение на JavaScript, которое использует canvas, на QML и возможно даже на QML. Проблема заключается в том, что нам необходимо вызвать специальный метод у canvas, который перерисует его содержимое в соответствии с контентом. Этот метод называется requestPay. Мы добавим его вызовы в draw и посмотрим, как это изменит поведение. Да, еще мы тут допустим две ошибки. Просто по умолчанию, если я не пишу слово var, то QML читает переменную контекст, то есть глобально определенную где-то еще. Сколько я нигде не определял, то он немножко раздался. Мы попробуем теперь запустить измененный пример и посмотрим, рисует ли он. И вот видим, что вся выкипа, которую мы хотели сделать, она готова. На самом деле никто нас не останавливает от того, чтобы делать какой-то еще более сложный инструмент. На рисование, перерисовку, даже возьмут у canvas-вопрос? Да. У canvas есть такое свойство, что при большом количестве графических элементов и сложности отрисовки он начинает тормозить. Поэтому в HTML используют SVG. Вопрос там поддерживает ли SVG, но или какой-нибудь контент или нет? Это хороший вопрос, но я, наверное, его после доклада уточню. Потому что я не уверен еще в поддержке своей. Вот я вам, наверное, скажу точнее. Ну, соответственно, на canvas мы посмотрели и пойдем дальше. Ну, соответственно, вот, собственно, наш пример, но немножко он был выписан. То есть мы видим, что для того, чтобы что-то на canvas нарисовать, необходимо получить контекст, в контексте сделать какие-то операции, добавить фигуры, залить, удалить. Затем вызвать метод уже самого canvas, который называется requestPay, чтобы он вот перерисовал. Теперь посмотрим на немножко другую область, на демку, связанную с Bluetooth. Для ее успешной работы нам тоже понадобится внешняя зависимость Q5 connectivity Bluetooth. Я на ней останавливаться не буду. Если необходимо, то вы ее можете установить сами. Для этой демки нам потребуется, на самом деле, только один тип данных. Это Bluetooth Discovery Model. Класс, который позволяет обнаруживать внешние Bluetooth службы или устройства. В нашем примере мы будем искать устройство, ну, конкретно, как минимум, мой телефон. Я на нее сейчас включу Bluetooth. И когда напишем пример, то попробуем его в споте. Для примера нам потребуется создать, добавить на первой странице приложение вот объект типа Bluetooth Discovery Model и ему в события добавить отображение каким-то способом того устройства, которое мы нашли. Вообще, режимов у него, на самом деле, два. Даже, наверное, три. Он может искать службы, может искать устройства. В случае, если он ищет службы, то он формирует о них полную информацию. То есть, какая-то служба, к какому устройству она принадлежит и так далее. Если же мы работаем в режиме Device Discovery, то нам доступен только адрес устройства. Ну, давайте попробуем вам написать такой пример. Добавим его мобильной формой. Академware. И добавим его мобильной формой. Академware. Мы видим, что нам опять не хватает импорта. Импорт называется Qt Bluetooth. Нам нужен по версии 5. Изменим стандартный label, который у нас есть. Добавим ему ID Devices. И для Bluetooth Discovery Model мы добавим параметр Discovery Remote, который будет равен Device Discovery, то есть упрощенное сканирование, поиск только устройств. И обработчик события, он Device Discovery. Соответственно, в этом событии мы просто добавим в текст нашего Label Devices адрес найденного устройства. У этого события есть параметр, параметр Device, который представляет только адрес. В таком режиме сканирования мы больше ни к чему доступа не имеем. Теперь, чтобы, например, можно было проверить, я включу Bluetooth настройка. И теперь можно попробовать наш пример выпустить. Выберем диплайзер прямо как кэч. А на своем устройстве я включу видимость, чтобы другие Bluetooth-устройства его могли обнаружить. И мы видим, что даже ни одно устройство было найдено, что это целый блок. Мы можем, в принципе, под примеры немножко модифицировать. И будем еще писать в консоль. И теперь запустим еще раз. И теперь запустим еще раз. Пример запустился, но почему-то не хочет нам отображать на ненавистье. Но если мы продвинемся, давайте добавим поводу повторности. Нарезаем, что мы сделаем. У нас не ошибка. Позже скатываем по подъемнику. Позже скатываем по целью аттракции и почесаем. Мы будем Heat. У нас сосредоточим подъемнику. Попробуем его переспустить, потому что было несколько запущено. И видим, что действительно одно устройство обнаружилось, обнаружилось второе устройство, обнаружилось третье. В принципе, примерно совпадает с показаниями MyLocker, насколько MyLocker не функционально видит в сети. И он видит еще два устройства. Таким вот нехитрым образом можно добавить ресурсно-очисленный MyLocker. Вот здесь упрощенный текст. Самой демки. Здесь добавлен еще пробочек событий on-service discovery. Он соответствует другим режимам для discovery mode. Таким как full и minimal service discovery. Соответственно, в них мы можем получить уже более детальную информацию о том, какое у нас есть Bluetooth-окружение. Придем к другой типу. Воспроизведение аудиозаписи и вообще мультимедиа. Ну, с мультимедиа очень интересная история. Если следовать примерам, которые доступны по умолчанию в документации к Qt Quick, то запущенные приложения получаются очень странными. Мне завести пример с камерой и видео так и не удалось. Хотя я пробовал еще по разу. Удалось завести пример только с воспроизведением аудиозаписей. Причем только через класс sound effect. В Qt Quick этих классов несколько. Sound effect служит для того, чтобы воспроизвести один файл максимально быстро. Причем для воспроизведения WAP-файл. Для воспроизведения других форматов служат типа аудио и медиаплей. Ну, для желающих повторить мой подвиг можно скачать файл. Это бесплатный sample, который я нашел в интернете. Ссылка немного длинная. Но, в принципе, на самом деле подойдет любой не очень большой WAP-файл. И необходимо добавить зависимость в Qt 5, Qt Declarative, Import, Multimail. И вот такérидно продолжаем скачать файл. Давайте тогда я пожалую к вам и садят к вам. Садимся как вы. Поехали. В шоке? Поехали. Поехали. Халили. И по аналогии модифицируем первую страницу нашего приложения. Но здесь необходимо немножко прокомментировать код. Минимальный способ, например, который мне удалось найти, он включал в себя довольно интересный способ работы с саунд-эффектом. Интересность заключалась в том, что мы для того, чтобы саунд-эффект проиграть, его динамически создаем. Когда проигрывание закончилось, его динамически уничтожаем. Поэтому, соответственно, чтобы это сделать, мы его оборачиваем в компонент и далее добавляем ему специальную логику, которая позволяет данный компонент запустить воспроизведение, когда он будет создан, и когда воспроизведение закончится, его уничтожим. Это все немножко звучит сложно. Я попробую сейчас начать и попроще объяснить. То есть в примере у нас будет кнопка, которая называется «Плэгер». Также в примере у нас будет компонент. компонент, в котором уже будет объект саунд-эффект. К массового нету, нам необходимо добавить импорт. Мультимедия у нас почему-то есть. И должна быть «ДД». Соответственно, к саунд-эффекту мы тоже добавим «ДД». И добавим ему поле «SRC», которое будет содержать в себе адрес того вафф-файла, который мы хотим воспроизвести. Путин укажу «Полный». И из того, что презентация, мы модифицируем только название нашего приложения, поскольку оно не мультимедия, а аудиоэкзамен. Соответственно, нам необходимо также добавить сюда тот файл, который мы будем проигрывать. Ну, я решил его добавить прямо в ту же папку, где у нас залежит коим или сколь. Ну, файл я просто скопирую из того примера, который мы будем. И я скопирую вклад «Примера» папку «MyPages». Теперь нам необходимо указать, что зуб для нашего эффекта включен. Указать ему свойство «Muted True». И самое интересное, теперь мы должны ему правильно задать вот это вот поведение, что когда его создает, он должен начать проектироваться. Когда он закончит свое воспроизведение, он должен удалиться. Это сдается с помощью следующей логики. И последний, наверное, этап, который нам остался, это создать обработчик для клавишек. В нем мы вызовем метод «PagePlay». Теперь, собственно, про сам метод «PagePlay». Добавим вот такую функцию, которая у нас будет производить создание нового компонента с soundefender. Можем ее прямо вот сюда добавить. Эта у нас функция будет… Добавим ее к странице. Функция будет называться play sound. И у нас получился вот такой пример. Попробуем его запустить, посмотрим, что будет. запустить. Выберем запуск Deployzer M-Package. Запустим. Видео, что наше приложение вроде запустилось. Открываем его на устройстве и попробуем нажать на play. Видео, что ничего не произошло. Сейчас по консоли попробуем понять, почему ничего не произошло. Желаю на кнопку, но ничего не происходит. Попробуем вывести вот эту функцию в компонент. В чем была ошибка? Ошибка была в том, что мы заглушили наше сетку. У него есть свойство muted, которое, если установлено в true, то он не воспроизводится. Я ничего не слышу. Наше приложение снова запустилось. И даже работает. Таким нехитрым способом можно сделать звуковые эффекты для каких-то простых игровых приложений, или, может быть, какой-то звуковой фидбэк для положения нейгровых. Для того, чтобы делать какое-то более сложное воспроизведение аудио, то, например, если вы захотите сделать свой проигрыватель MP3 или еще чего-то, вам необходимо уже смотреть на классы аудио или медиаплеер. Аналогично, если вы захотите работать с видео, то есть классы видео и медиаплеер тоже. Пойдем дальше. И, наверное, у вас последний уже практический пример – это Location API. Location API, несмотря на свое название, на самом деле относится к картам и к действиям над объектами MSCAP. То есть он позволяет не только карты рисовать, но еще и устроить маршруты, заниматься прямым обратным геокодированием и отображать на карте различные пользовательские данные. Плюс в том API, который есть в Qt и QtQuick, есть возможность работать с Points of Intensity, то есть с различными базами данных географических объектов. Их можно какеризировать, осуществлять поиск, даже подключать рекомендации. Но мы сделаем пример попроще. Мы сделаем карту, которая центрируется на нашем текущем местоположении. Заодно посмотрим, насколько точно Selfish нам его определяет. Для этого нам понадобится два типа данных. Это тип данных map, собственно, область отображения карты и сама карта. И тип данных, плагин, который соответствует какому-то источнику картографической информации. Из доступных источников есть OpenStreetMaps и Nokia Hero. Но поскольку последний требует регистрации и указания своих данных, то я выбрал OpenStreetMaps. Для успешной работы данного примера вам необходимо установить целых три пакета. Один пакет для модуля Positioning. И он необходим, на самом деле, даже если вы его явно не используете, потому что между модулями Location и Positioning есть явная зависимость. То есть Location без Positioning не работает. И модуль Qt-5, плагин GeoServices OSM, который соответствует плагину для отображения в последний макс. А GeoHeal, соответственно, GeoServices OSM? По-моему, GeoServices OSM. По-моему, GeoServices OSM. Ага. Ну, можно просто написать Qt-5, плагин GeoServices, и там… Мой пример базировался на немножко старом, но очень полезном примере, который вот есть по ссылке в репозитории. Там гораздо больше сделано, чем у меня. Там есть возможность переключать побложки и есть отображение различных маркеров на карте. Ну, для прощения, я решил все обращать. Я снять просто карту, которая показывает нам, где мы сейчас находимся. Ну, сразу скажу, что здесь тоже не обошлось без некоторых хаков. Вот. Снова я попробовал завести стандартные примеры, и они работали не совсем так, как мне бы хотелось. Поэтому, в согласии с этим примером, который я указал по ссылке, пришлось обернуть карту в объект. То есть, куда… Ну, не ждать, что… А байдер не получается, байдер в яйд поработает. Ну, после значения, если это должно быть. Ну, можем в качестве эксперимента это сейчас сделать. Да, на сцене. Создал со мной проект. И мы для него, соответственно, добавим… Удалим label. И добавим react. Вот. У него в качестве настройки отгружения напишу… Uncheck panel fill, чтобы он полностью заполнил радицкий вилл. Вот. Ну, и давай необходимый вид. … Heard location, но field position. Ну, что он в яйк все равно подчеркивает. Добавим у него в качестве поля бензима. Мне необходимо объявить свойство plug-in, чтобы задать ту подложку, которая должна отображаться. Мы ее объявим таким образом, зададим свойство preferred. В нем укажем только OpenStreetMark. Единственный plugin, который нам нужен. И посмотрим, какие нам необходимые настройки для отображения. Настройки нам нужны такие, чтобы карта у нас растянулась на весь экран. Ну, мой секрес при этом не почувствует. Мальчик будет фил в этот порядок, чтобы оно заполнилось в ее среди цикловной обморки для карты. Дальше мы добавим поддержку жестов. И на этом этапе кажется, что нужно добавить параметры center и zoom. Но, опять же, практика показала, что если их добавить сразу, то карты себя ведут немного странно. Ну, можем сейчас попробовать. Давайте укажем как раз координаты, которые примерно соответствуют поселку Десиносу. Это 60. Ну, по zoom поставим какой-нибудь не очень-нибудь. Чтобы карта у нас смотрелась издалека. Например, опять. Этот свойт у нас называется на самом деле зубой. Ну, и казалось бы, вот пример должен работать. Сейчас посмотрим, как все на самом деле выглядит. Где-то выберем этот способ запуска. И теперь мы видим, что у нас есть проблема с модулями fit location. Каким-то очень странным причинам. Версии 5.2 нету стандартной поставки, но есть версия 5.0. С версией 5.0 все хорошо работает. Перезапускаем приложение. Похоже, что стандартный ной, но немножко мешает. Мы его попробуем умать. Берем точек хэнер. Берем точек хэнер. Берем точек хэнер Теперь мы видим такую очень интересную картинку. Вот я запустил наше приложение. В качестве координат-центра ему поставил поселок Лисимус. Но это очень недалеко от Санкт-Петербурга в направлении на выбор. И теперь мы попробуем вот его немножко уменьшить. И мы видим, что центр на самом деле находится далеко очень от Лисимуса. Такой есть неприятный бар с картой. Но лечится это все достаточно просто. Если мы добавим источник информации в местоположение, будем динамически обновлять карту, то все заработает. Давайте добавим Position Source. И динамически обновлять карту. И динамически обновлять карту. Динамически обновлять карту. Отставим в Active Tool. И Update Interval. Ну, скажем, в принципе. Добавим также обновление Самуэрла до 18.12, чтобы было подъедшим. И по правам это все запустится. Смотрим, как приложение это работает. И теперь мы видим, что, во-первых, у нас нет этой странной белой полоски сверху. Во-вторых, мы отцентровались примерно там, где мы сейчас находимся. Попробуем сделать Zoom побольше, чтобы было подъешено. Да, вот мы спустили приложение с уровнем Zoom гораздо ближе, и теперь мы видим, что мы находимся в инновационно-технологической центре. Значит, спозиционировали все хорошо. Такая вот простая демка, которая основана на примере из реквизиторий. Еще один дополнительный покажу. Товарищ по имени Корпин. Если вы его знаете, извините мне большое спасибо. Он очень молодец. Но вот такие баги, к сожалению, есть. Ну и последняя тема, которую хотелось отдельно сказать, это липси и офиша. Это, наверное, одна из немногих платформ-специфик библиотек, которую обязательно использовать в каждом приложении. Она, на самом деле, туда ничего страшного не привносит. Она просто правильно настраивает куки и дает свои типы данных. Поэтому в официальном руководстве написано, что можно, в принципе, обойтись без нее, просто будет менее удобно. По умолчанию она в вашем приложении подключена, и гайдлайны не рекомендуют от нее избавиться. Так что не нужно дружить. Наверное, на этом все. Вот здесь я еще раз указал полезные ссылки, где можно почитать о том, какие Qtpi поддерживаются, где можно посмотреть на примеры. Вот пример, который самый последний выделен жирным. Это галерея компонентов для Sailfish. Ну, тоже немножко устаревший пример, но он затрагивает очень много API, и на момент своего создания он был работоспособным. Сейчас, к сожалению, он тоже из коробки не собирается. Там, видимо, какие-то проблемы со сборкой RPM. Ну, я думаю, что это победимо. Поэтому его тоже можно использовать в качестве практического руководства в действии. Я думаю, что все мои презентации и примеры мы к участникам вышлем и разошлем. И на этом, наверное, все. О, я думаю, что это лучше всего не будет, чем я. Продолжение следует...